МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вопрос у меня. Сменился ли вектор работы компании после назначения вашего? И какие направления сегодня в приоритете? Вектор компании, развитие нашей компании определен общей стратегии развития интегрированной структуры, в состав которой входят протон-пермские моторы, возглавляемые нашей управляющей компанией по энергомашнам. Интегрированная структура включает в себя 7 компаний, находящихся в отрасли производства ракетных двигателей. Значит, нашему предприятию определена ключевая роль – это создание производства или создание серийного производства маршевых ракетных двигателей. Сегодня мы уже освоили основные агрегаты этого двигателя. Действительно, к 2023 году должны приступить к полномасштабному серийному выпуску двигателей РД-191М. Это модернизированные двигатели на 10%. Тяги, которые также будут использоваться в пилотируемой космонавтике. Кроме того, мы реализуем стратегию развития нашей продукции диверсификации в рамках концепции обеспечения к 2030 году замещения или в составе уручки, которой предприятие должно стать не менее 50%. В этой связи мы также реализуем и развиваем наш центр компетенции литейного производства. Сегодня смотрим планы по выделению его в отдельную эффективную экономическую бизнес-единицу. Стратегия переезда на загородную площадку, организация полного цикла производства двигателей РД-191 на предприятии. Расскажите нам подробнее о том, на каком этапе сейчас находится реализация данного проекта. Мы реализуем действительно замкнутый цикл производства на нашей загородной территории в поселке Новые Леды. Сейчас там мы возводим корпус площадью 44 тысячи квадратных метров. В рамках реализации этого проекта туда интегрированы современные технологии. Минимизируем, как это, реализуем лим-технологии, минимизируем циклы производства. Вся потоковая цепочка создания ценностей сосредоточена в этом корпусе. От начала запуска цикла до его выпуска с этой территории. Это позволяет нам существенно повысить эффективность производства, сократить себестоимость. Производство очень мобильно. Инженерные решения позволяют быстро адаптировать новые технологические процессы, перестраивать логистику внутри корпуса. Ну и, собственно говоря, мы таким образом надеемся сокращать цикл производства, повышать эффективность производства. Технополис Новый Звездный. Зачем он создается? Какие основные направления развития? И что уже сейчас делается в плане строительства жилья, социальных объектов? Это совместный приоритетный инвестиционный проект, реализуемый нашим предприятием с Пермской администрацией, в соответствии с соглашением, достигнутым с Роскосмосом, с Пермским краем. Значит, наша задача создать такую среду, в рамках которой наши сотрудники, работающие на предприятии, вовлеченные в процесс производства, в крае, в поселке Новые Леды получили все те услуги, которые они сегодня получают в городе, чтобы жилой комфорт или жилищный комфорт позволяли думать больше о производстве и, соответственно, не отвлекаться на бытовые проблемы. Мы хотим там создать эту среду, причем очень современную, в проекте, наш проект и участвует в проекте «Умный город». Мы реализуем жилищную застройку, собственно говоря, развиваем социальную среду совместно с администрацией. Вы упомянули о школе Савиных, действительно принято решение о том, что в этом году приступить к строительству этой школы на 1050 мест. Более того, на совместном совещании в апреле месяце с губернатором был принят ряд ключевых решений, в том числе и строительство детского сада, сейчас поставлена задача выбрать для него территорию. Собственно, развитие спортивного кластера на базе нашего спортивного комплекса, который мы передадим в межмуниципальную собственность, пока смотрится такая концепция. Там будет реализовано строительство и бассейна, и крытого катка, ну и, собственно говоря, спортивных тренажерных залов. То есть в нашей задаче, в задаче предприятия также организовать, ну давайте так, медицинское обслуживание. Мы тоже сейчас думаем над проектами добровольного медицинского страхования. Ну то есть для наших работников создать комфортную среду, и на самом деле развитие технополиса будет толчком развития самого поселка. Затронули тему кадров. Вот весной состоялся круглый стол с промышленниками и губернатором. И там вот многие предприятия, они заявляли, что испытывают кадровый голод, что не готовят специалистов вот у вас на предприятии. Такая же ситуация. И какие специалисты нужны? Спасибо за вопрос. Действительно основной ресурс, который мы используем в производстве ракетных двигателей, это наши профессионалы и наши профессиональные кадры. Сегодня стоят непростые задачи, но они нам по силу, в силу профессиональности наших кадров. Та же самая организация загородной площадки или компактизация производства ставит нам параллельные задачи поддерживать текущий процесс производства и развивать производство на загородной территории. Уже сегодня мы описываем и технологические процессы на этой площадке. Кадровые службы формируют и структуры управления загородной территорией, то есть наполняемость этого корпуса. То есть сегодня уже мы работаем на двух площадках одновременно. Мультикомпетентные профессии станочников. Вот у нас есть центр дуального образования, где мы развиваем эту компетенцию. Программист, станка с ЧПУ, оператор станка с ЧПУ и наладчик. Тем самым мы повышаем производительность труда. И это для нас ключевая задача в реализации всех проектов, которые мы себе наметили. Вот еще одна задача – это финансовое оздоровление. Что это такое вообще и зачем это нужно вашей компании? Системное предприятие выпускало серийные двигатели в больших объемах под проект «Протон». Этот проект находится в завершающей стадии. 80% объема в производственной линейке занимал именно этот продукт. Постепенно этот объем сходил на нет. Сегодня мы расширяем наш профиль деятельности, ищем продукты, замещающие этот проект. Поэтому была определенная стадия, в рамках которой нам потребовалось в том числе и подготовить программу финансового оздоровления. То есть обеспечить качественный переход от состояния монопродукта к разнонаправленной линейке производства. Мы прошли государственную комиссию, наш проект программы развития был одобрен правительственной комиссией. Первый этап мы уже реализовали, мы получили финансирование в рамках этого проекта. Нам удалось погасить токсичные кредиты, которые были накоплены, освободить оборотные средства и вовлечь их в текущие проекты развития предприятия. Пандемия, тема, которая в основном коснулась малый и средний бизнес, но я уверена, что и крупные промышленные предприятия тоже не обошла стороной. Вот как у вас на предприятии была выстроена, организована работа в этот период? Действительно, в этот непростой период нам пришлось реализовывать ряд мероприятий, направленных на обеспечение всех санитарных мер. Мы довольно быстро вернулись в процесс производства, поскольку были включены в перечень Минпромторга как системных предприятий. Безусловно, в соблюдении всех карантинных мероприятий, замер температуры на проходных и масочные режимы. Если возникали очаги, мы локализовывали производственные участки. В своей повседневной жизни мы внедрили такие современные методы, как цифровые методы проведения совещаний. До сих пор их сегодня используем. На сегодняшний момент мы реализовываем все мероприятия по вакцинации нашего персонала. Более 400 человек уже вакцинированы. Носителем иммунитета являются где-то 210 человек. Так что можно сегодня с уверенностью сказать, что мы преодолели пороговые значения, что позволяет нам сделать выводы о том, что мы эту инфекцию, наверное, победим в ближайшее время. По крайней мере, не допустим роста заболеваемости. Ну и вот последний вопрос у меня. Коротко тезис на планы на предстоящий год, на 2021. Ну, собственно говоря, основная задача – это в первую очередь не уронить тот темп производства, который мы нарастили, обеспечить выполнение тех контрактных обязательств, которые у нас есть сегодня, обеспечивающие, кстати, загрузку предприятия до 2023 года. Реализовать наш приоритетный проект развития – это отработать и приступить к выпуску серийного двигателя РД-31 полномасштабного. Ну и, собственно говоря, в нашей деятельности подтвердить у наших партнеров требования к нам, как надежного партнера, и тем самым обеспечить себе устойчивое развитие. Спасибо вам огромное за беседу. О планах и развитии компании «Протон.ПМ» мы поговорили с Иваном Красновым, директором предприятия. Редактор субтитров А.Семкин